Что такое пищаль, как правильно держать бердыш и сколько стрел было в колчане у всадника. Все об экипировке воинов Московского царства эпохи правления Ивана Грозного рассказал руководитель молодежного клуба «Армир». В своей истории Василий Киселев подкрепил макетами оборонительного и наступательного оружия. На главе у воина был член вот такого вот типа. Такие шлемы носили как у нас на Руси, так и на юге, те же самые татары, турки. В общем, по всей Восточной Европе вот такими шлемами пользовались. И руки защищались с помощью наручей, которые закрывали руку от запястья и до локтя. Открытые уроки живой истории проходят в рамках одноименного проекта, который существует уже 10 лет. Впервые он был представлен на молодежном форуме в Сарове в 2010 году. Основная аудитория урока в живой истории – это школьники и студенты. Я рассказываю о временах, достаточно значимых для истории России. То есть это времена Ивана Грозного, времена Смуты, 18 век, когда тоже происходили очень серьезные и важные события, определившие историю нашей страны. На открытый урок пришли и дети, и взрослые. Одни освежили в памяти школьную программу, другие с интересом рассматривали портрет Ивана Грозного и, здаив дыхание, слушали рассказ об оружии тех времен. Мне понравились просто уже рассказы про то, что, во-первых, было когда-то, то есть именно показывание не просто как рассказ, а именно показать это все, как это было, это намного интереснее. В завершение урока участников ждало самое интересное. Они могли поближе посмотреть и даже подержать в руках оружие и детали экипировки воинов середины 16 века. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Сароу-24.